Куда пойти жить? Накануне местные власти разъясняли выпускникам детских домов, что делать и куда идти после окончания образовательного учреждения. Теперь у сирот появилась возможность решить жилищные проблемы и вопросы трудоустройства. Более подробно расскажет Нурила Туржан. Сегодня в республике насчитывается более 40 тысяч сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Большая часть из них после приюта не знает, что делать дальше. Одни попадают в криминальную среду, другие едва сводят концы с концами. Отправной точкой во взрослую самостоятельную жизнь сегодня являются государственные программы «Доступное жилье» и «Занятость-2020». На сегодняшний день государственно созданы все условия для выходцев, воспитанников, бывших воспитанников детских домов. В плане того, что после выпуска детского дома дети практически сразу идут в дома юношества, где от 16 до 23 лет продолжают свою учебу, получают профессиональное образование. Еще несколько лет назад дети-сироты после детского дома не знали, куда податься. А сегодня для них созданы благоустроенные так называемые общежития – это дома юношества и молодежи. В первом из них могут проживать выпускники детских домов в возрасте от 16 до 23 лет. А после они могут направиться в дом молодежи, который открылся совсем недавно. Оксана Капринская, выпускница пионерского детского дома, признается, что еще будучи воспитанницей приюта, была беспокойна вопросами трудоустройства и жилья. Сегодня девушка сумела найти выход из трудного положения. В этом ей помогло государство. Снимать квартиру это очень накладно, постоянно не в отрепках. А здесь вот в этом году, с мая месяца, то есть в 2012 году, с мая месяца, открылся дом молодежи, где я считаю, что для нас это очень доступно, реально, что мы здесь оплачиваем только за комуслуги. Это совсем недорого. И на данный момент мы не знаем проблем с жильем. Ранее подобный приют был только в Алма-Ате. Сегодня туда принимают подопечных детских и юношеских домов. Здесь они могут проживать до 29 лет, пока не обзаведутся собственной квартирой. Здесь созданы все условия – комфортабельные комнаты, развлекательные залы, прачечные и тренажерные залы.